еще не одно неудобство вот этого получается стабилизатора видите да все приходится носить вот таким образом опять же ни один обзорщик об этом ничего не сказал то есть это достаточно тяжеловато задевает получается когда падает включить сейчас мы берем стен маленький быстренько забрызгаем в горле паршит жрать хотим что значит жрать хотим кофе пропить хотим да конечно у нас кофе 100 процентов просто не получится какой-нибудь шуверму шурму до чем мы еще можем закинуть тартелью сейчас в семье получается он работал только с 10 то есть но внизу открыто где в магазин а верху вот там где кафешечки вкусняшечки дяденька пока нас туда не пустят осталось минут 20 ну все наконец-то все открылось прокусить марика хочет чай красный горит хочу я надеюсь здесь не разочарует кто подошел ребят смотрите чем мы еще наберем вкусняшек просто так то мы отсюда ночью не уйдем да да Маришка уже что там выбирает из вкусняшек столько всяких вкусняшечек верни Клайна дай выбрать зашли за нас за чаем так как в результате я думал ребята что получится смотрите какая вкусняшка это больший сарай мы здесь периодически заходим вот так мы решили перекусить сейчас еще там овощи чайничек овощи разливаются вот такая вкусняшка это мои шишечок да Маришка чай зашли попить как всегда у вас все вкусненько спасибо ну чё скажешь в сути по цене вот Сашина овощи томленые по цене как у меня вот этот салат шашлычок и морковь сколько вышло 327 овощи а у меня салат мне тоже дешевле получается ну ребят я викторианец всегда дорожу на голове волосы вообще тринец прикол ну чё а я люблю мяш шишечков ну так ребят вот у нас получается Маришка сказала что будет обед и завтрак то есть всё на флаконе да? да ну чё ребят я вам скажу так овощи стоят того вкусненько мы покажем как красный чай должен быть заварен да не то что в прошлый раз нас обманули мы не здесь нас обманули в Алмазе Маришка кстати звонила в Роспотребнадзор нет я сначала звонила в этот отдел по защите прав потребителей мне сказали что с такими претензиями как отсутствие книги жалоб в принципе и некачественное обслуживание вообще надо обращаться в Роспотребнадзор ну чё вчера дозвониться не смогла там всё время занято то есть показали может забыли не просто кинуть может быть через сайт это чё баклажан ты же болеешь девушкин кот это не ножом есть ммм придётся ребят ножом покорезь ну где сходи за венкой сходи пожалуйста ты же замарала когда у меня салфетки сходи пожалуйста ну пожалуйста ну пожалуйста я ж тебе такой завтрак вкусный купил ты заразная я тебе сейчас в мистину брызгал чтоб не разболеться ну да всё равно горло пришёл ты хочешь чтоб мы вместе болели? ты меня не любишь? а я ж тебе шашлык купил ты меня не любишь да? ребята вот она любовь видите пи мне бери пожалуйста вот ребята Маришка хотела акцент сделать мы как раз это видео вставим в поход по магазинам вот такой должен как раз начать вот такой вот там заваристый хотя видите не так много даже вот если взять по меркам не так много но чай просто-напросто как раз в том кафе в Алмазе это был старичок старичок конкретный причём такое знаете я думаю что им будет стыдно потому что они себя всё равно увидят такую антирекламу себе что чай плеферня какой-нибудь занимается да вкусно? да ну ребят на самом деле тут всё очень вкусно но цена не демократичная потому что цена вот этого всего нашего завтрака получается как Маришка достанет ну вот стой всё всё отливается 4 рубля но из них овощи очень дорого выходит да причём на рынке сейчас не может понять в чём прикол что именно дорогое в этих калачах да? ну сейчас зима может быть ты прав баклажаны, кабачки, перец всё дорого до этого общий вес тоже дорогой ну а в целом вкусненько мы поели вот я с этим себя чувствую вот эти школьники прогуливают очень часто школьники прогуливают даже как бы заключали договор с этой семьёй школы местные рядышком чтобы школьники здесь сгиняли я хочу не попробовать мне это болезнь надо на чём пробовать я просто думал что-то может ещё вздоховать не, не, наверное не буду но сейчас надо сополеглость всё и тогда будет сытно потому что это на голодных углубах всегда глаза большие 400 грамм овощей съел 350 грамм овощей я думаю что курочки ещё немножко там крамки сядут думаю это достаточно для организма с утра на обед потом поедем что-нибудь ну что, вот мы покушали вкусненько так подкрепились можно сказать плотненько, сыпенько так, давай вставим о! сейчас мы идём получается ууууу опять сломался идем подземку после этого надо съездить взять три айпада вдруг попросил подешевле купить ему он все знакомого парнишка купил и получается трое часов гиар с3 да? фронтор который у меня сейчас надо айпад а, да, ещё один айпад ну это который уже старенький вот ввести тоже в ремонт тоже вдруг попросил То есть, получается, я сегодня трачу день просто на друзей, да? Да, и я вместе с Сашей, и я его друзей. То есть, мне надо одному другу купить три айпада, трое часов, а второму другу айпад отвезти в ремонт. То есть, ну, вообще, короче, прикол. У нас авария с утра. Пять машин сошлись друг за дружкой. Первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, пятый. Шестой. Вообще, шестой, да? Как-то они на повороте, да, так? Да вообще, блин. Из-за них такая пробища собралась, вообще ужас какая-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова